Первая неделя этого года, и мы подняли с Божьей милостью, с Божьей помощью планку для нашей церкви определиться, кто Иисус Христос в твоей жизни. То есть на каком месте Иисус Христос в твоей жизни. Это нелегко, знаете, это нелегко понять и нелегко принять, и нелегко осознать. Потому что по религии, конечно же, когда тебя спросят, кто для тебя Иисус Христос, ты скажешь, что он номер один. Но по жизни окажется, что он далеко не номер один, и не далеко, и не на первом месте в твоей жизни. И это очень серьезно, потому что каждый из нас должен осознать, принять для себя, кто Иисус Христос в моей жизни, на каком месте Он. Если Он на первом месте, тогда я должен и соответствовать тому царю, царей, который занимает достойное место в твоей жизни. Моя жизнь должна соответствовать, моя реакция должна соответствовать, мои отношения должны соответствовать. То есть все, что связано с моей жизнью, должно соответствовать жизнью Иисуса Христа. И нам нужно это осознать. Это очень серьезный шаг. Очень серьезный шаг принять то, чтобы сказать, Иисус Христос в моей жизни, Он на первом месте. И в этом месяце, в январе, мы будем разбирать такую тему, кто я во Христе Иисусе? Кто я во Христе Иисусе? Что Иисус сделал в моей жизни настолько важно и ценно, чтобы поставить Его на первое место? Почему я должен поставить Иисуса Христа на первое место? Знаете, многие христиане, ну, я не имею ввиду посвященных 100% христианин, я имею ввиду среднестатистического христианина, они даже, ну, могут задать такой вопрос, а почему я должен отдать свою жизнь Христу? Почему я должен жить на 100% со Христом? У меня же есть моя личная жизнь, у меня же есть моя семья, мой бизнес, моя работа, у меня есть свои интересы, у меня есть что-то, ну, знаете, как многие думают, что когда мы учим на такие темы, это мы как-то залазим в, как-то, по-английски правести, а как это сказать? В личную жизнь. В личную жизнь, да? Вот почему, я помню, как-то я, ну, проповедовал в нашей церкви давно, может, лет пять назад, и один человек ко мне подошел и говорит, «Пастор, ты чересчур сильно залазишь в личную жизнь людей, ты не должен так проповедовать, ты должен быть немножко либеральным». И это меня так затронуло, думаю, как это? Как можно быть либеральным со Христом? Как можно? Это говорит о том, что мы не совсем понимаем вообще, что Христос сделал для меня, кто я во Христе Иисусе, кто, что Он сделал такого важного и серьезного, чтобы я поставил Иисуса Христа на первое место? Кто мы? Кто мы такие для Христа? На этой неделе я размышлял над таким словом, мне очень понравилось, я отвлекусь немножко от проповеди. Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорит Иисус к народу и сказал, я свет этому миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Знаете, когда я прочитал это стихо, такая, со 2 января, я прочитал и целую неделю размышлял об этом, почему важно осознать, что Иисус Христос – это свет. Знаете, когда корабль заблудился в океане, он ищет маяк, он ищет звезду, которая отведет его в нужное направление. Знаете, во тьме тьма не может победить свет. Если вы выключите, ну, к примеру, останется один маленький лучик, и вся комната будет озарена темнотой, эта темнота не затмит этот лучик света. Но этот лучик света, если его поднять повыше, он может осветить какое-то количество тьмы. То есть свет может завоевать определенное расстояние у тьмы. Иисус говорит, что Он есть свет этому миру. И кто будет ходить в этом свете, кто будет сфокусирован на кресте, тот никогда не будет ходить во тьме, тот никогда не будет жить во тьме. Каждую секунду, если вы размышляли об этом, каждую секунду идет война за души людей между тьмой и светом. Каждую секунду идет война за душу людей. Каждую секунду, каждую минуту, каждый день идет война. И эту войну мы, возможно, не понимаем. Я на этой неделе прочитал такую историю. Она не из Библии, но один человек, который написал эту историю, ну, разговор как бы дьявола со своей армией. И Он говорит, что мы не можем христиан запретить им ходить в церковь. Мы не можем христианам запретить читать Библию. Мы не можем христианам запретить молиться. Но чем мы будем заниматься? Наша задача послать в жизнь христиан как можно больше суеты, как можно больше перефокусировки, чтобы христиане перефокусировались из света на тьму. Чтобы христиане перефокусировались на материальные блага какие-то. Чтобы христиане перефокусировались на какие-то свои личные интересы, на какие-то свои личные амбиции. Чтобы христиане перефокусировались. И на сегодняшний день, если мы посмотрим на среднестатистического христианина, Мы перефокусированы из Царства Света на Царство Тьмы. Больше, к сожалению. И для того, чтобы это все изменилось, Бог дал мне слово. В этом месяце мы будем размышлять, кто мы во Христе Иисусе. Или же почему мы должны поставить Иисуса Христа на первое место. Первое, почему и кто мы во Христе Иисусе, что Христос Христос сделал для нас. И почему мы должны... Тут, может быть, немножко пододвинуть этот экран как-то. Я думаю, что немножко может быть сдвинуть. Вот. Кто мы во Христе Иисусе? Первое. Я свободен от объявлений. Первая причина, почему Иисус Христос должен стать номер один в нашей жизни. И первая причина, которая помогает мне осознать, кто я есть во Христе Иисусе. Я освобожден от обвинений. До встречи с Иисусом Христом мы были обречены на обвинение и на место далеко не в Царстве Божьем. Но Иисус Христос пришел и освободил меня от всякого обвинения. Он освободил каждого из нас от всякого проклятия, от всякого греха, от всякого разочарования, от всякой депрессии, от всякой болезни, от всякого зависимости, от всего. Я освобожден от того, чтобы быть обвиненным. Первое. Почему я должен принять и поставить Иисуса Христа на свое место, на первое место? Потому что Иисус Христос освободил меня от обвинений. Посланник Колоссянам 1 глава 21 по 23 стих. И вас, бывших некогда, отчуженными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Собою. Если только пребываете твердые и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем. Первое. Что значит «я освобожден»? Мы каждый, он говорит, Павел учат Колоссянов, каждый из нас был когда-то отчужен и врагом по расположению к злым делам. Мы были расположены к злым делам. Мы были расположены к тому, что предлагал нам этот мир. Мы были расположены. Это наша была греховная природа. Но Иисус Христос, смотрите в 22 стих. «Ныне Иисус Христос примирил в теле плоти своей, своей смертью, чтобы представить каждого из нас святым и непорочным, и неповинным перед Собою». Смотрите, что произошло. Иисус Христос пришел на эту землю, умер и воскрес для того, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Для чего? Для себя же. Для того, чтобы предстать пред Ним, должен был кто-то омыть и осветить. Должен был кто-то освободить от рабства зла, от рабства греха, от рабства зависимости, от рабства какой-то надуманности себе. Ну, что-то мы себе придумали. Иисус Христос пришел и освободил для того, чтобы мы перед Ним, перед Иисусом Христом, были святы и непорочны. Первое. Почему я должен поставить Иисуса Христа на первое место? Потому что Он освободил меня от всякого обвинения. Знаете, на сегодняшний день, ну, уже такие, знаете, укорененные христиане, они до сих пор живут в обвинении. Они себя обвиняют, они себя осуждают, они находят место из Писания, которые себя потом терзают, которые потом убивают себя, которые обижают себя. Они, ну, знаете, есть христиане, которые бичуют себя местами из Писания. Но мы должны осознать, Иисус Христос освободил каждого из нас от всякого обвинения. Никто не имеет права обвинить. Знаете, когда пришла, привели блудницу к Иисусу Христу, и когда Иисус Христос сидел, писал на земле, говорят некоторые толкователи Библии, говорят, что Он писал имена вот этих людей, которые привели. Он писал, например, да, там писал Юра, и рядом возле Него грех. Там Пупкин какой-то, и рядом возле Него грех. Там еще кто-то, и рядом возле Него грех. И каждый человек, который стоял и читал, ага, обо мне ушел. Второй подошел, ага, он что-то знает обо мне, и отошел. И когда каждый ушел из этой толпы, ушли, осталась только одна блудница, Иисус Христос. Он говорит, где твои обвинители? Где они? Если нету обвинителей, так как ты можешь себя обвинять? Я, Иисус Христос, который пришел на эту землю, чтобы тебя освободить, очистить и представить перед собою святым и непорочным, как ты можешь себя обвинять? Кто ты, чтобы ты себя обвинял? Ты не умирал за себя или не умирала за себя? Я пришел на эту землю воплоти и своей смертью представил каждого из нас святым, непорочным, без греха и без порока. Он говорит, все. Я представил тебя перед собой полностью освобожденным, святым, непорочным, чистым, без греха. Первое. Почему Иисус Христос важен для меня? Почему я понимаю, кто я во Христе Иисусе? Что я оправдан. Я освобожден. Я исцелен. Я полностью независим от того, что предлагает этот мир. Бог во Христе Иисусе настолько освободил меня, что я полностью оправдан. И поэтому Иисус Христос должен быть на первом месте. Потому что если Иисус Христос уйдет с первого места, появится тот, кто обязательно навяжет тебе обвинение. Кто обязательно навяжет тебе то, что не соответствует со Словом Божьим. Который обязательно поможет тебе упасть в грех, который отдалит тебя от твоего спасения. Вот почему Иисус Христос должен на первом месте быть. Вот почему Иисус Христос должен быть номер один в нашей жизни. Вот почему я должен принять и осознать, кто я во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе кто я? Освобожден от обвинения. Я во Христе Иисусе освобожден от обвинений. Другими словами, я освобожден от того, кто может меня обвинить. Я освобожден и от обвинений, и от обвинителей. Никто на этой земле не может тебя обвинить. Знаете, сегодня, если вы читаете Библию по графику, я обычно начинаю год с нового листа. Я вам сегодня раздам Библию. И в Новом Завете, в седьмой главе, начало седьмой главы написано, не суди, и несудимым будешь. Потому что каким судом судишь, таким судом и тебя будут судить. Я такой думаю, как часто мы готовы вешать ярлыки людям. Я освобожден от обвинений. Я освобожден от осущений. Никто на этой земле не вправе обвинить или осудить тебя, кроме Иисуса Христа. А Иисус Христос не обвиняет. Что Он делает? Посредством Своей плоти и посредством Своей смерти. Он примиряет нас с собой и представляет перед Собим собой же святым и непорочным. И если ты осознаешь это и поставишь Иисуса Христа на первое место в своей жизни, тебе больше не нужно будет быть в депрессии или в разочаровании. Тебе придет осознание и понимание, что Я освобожден. Я искуплен. Я омыт. Я больше не принадлежу ничему, что меня порабощает на сегодняшний день. Второе. Кто Я во Христе Иисусе? Или почему Иисус Христос должен быть на первом месте в моей жизни? Я укоренен и утвержден во Христе и буду преуспевать в Нем. Я укоренен и утвержден во Христе Иисусе. И поэтому я буду преуспевать в Нем. Почему Иисус Христос важен для меня? И кто Я во Христе Иисусе? Потому что через Него я укореняюсь в Него же. Я утверждаюсь на Его же слове. И с Ним же я буду преуспевать в Нем же. Колоссянам 2 глава с 1 по 10 стих. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Ладокии и Иераполе, и ради всех, кто не видел леса моего воплоти, дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодеянием. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, но по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и мы имеем полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Знаете, когда я понимаю, кто я во Христе Иисусе, я понимаю, что первое, что мне нужно делать, в 7 стихе написано, что будучи укорененным, утвержденным и укрепленным в вере, первое, что я должен сделать, я должен научиться укорениться во Христа Иисуса. Я должен настолько пустить корни в Него, чтобы это начало проявляться в моей жизни. Когда я осознаю и пойму, что Иисус Христос сделал для меня, кто я есть во Христе Иисусе, я начинаю, когда я это не понимаю, я начинаю это укоренять, упускать корни и глубоко копать, доставать какой-нибудь, знаете, как мне когда-то рассказывали, такую картину нарисовали, что кактус в пустыне, он может быть сверху небольшим, но его корень будет очень длинным. Почему? Потому что в пустыне ему нужно искать влагу, а влага находится глубоко. И чем глубже вот этот вот корень, тем дольше этот кактус проживет. Знаете, если ты хочешь прожить в этой жизни во свете, не в темноте, в темноте очень легко жить, во свете, в Божьей благодати, в Божьей премудрости, в Божьем благословении, в Божьей любви, в Божьем принятии, тебе надо укорениться в Нем. В этом году тебе нужно посвятить часть своей жизни, часть своего времени каждый день для того, чтобы укореняться, пускать корни как можно глубже, для того, чтобы осознать, что Иисус Христос имеет для тебя. Он что-то имеет для тебя. И это закрыто в Его слове. И для того, чтобы это открылось, тебе надо начать копать, углубляться, размышлять. Будущие укорены и утверждены. Знаете, очень мало укорениться будет в этом слове. Второе, что нужно будет сделать, для того, чтобы понять, кто ты во Христе Иисусе, тебе надо утвердиться в этом. Что значит утвердиться, когда ты стоишь твердо на этом слове? Когда ты стоишь, тебя нельзя сбить. Тебя нельзя сбить. Смотрите, чтобы, братья, смотрите, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям миром, а не по Христу. Когда ты утвержден, тебя никто не может увлечь в другую сторону. Ни философией, ни какими-то стихиями, ни преданиями, ни обрядами, ни ритуалами. Знаете, мне вчера, ну, вчера с Рождеством, мне там с Украины начали там писать. Ты должен это сделать, утюг столько раз поесть, это столько раз поесть. Я говорю, послушайте, Иисус Христос родился. Это же обряды. Я говорю, 80% обрядов это сатанинские колдовства. Почему мы должны это делать? Мы должны найти Иисуса Христа, который пришел на эту землю для того, чтобы родиться, для того, чтобы отдать свою жизнь, для того, чтобы примирить меня со Христом. Когда я укоренюсь и утвержусь в этом слове, когда это будет твердо для меня, когда мне будут говорить, знаешь, ну, ты что-то неправильно веришь, или ты неправильно слово понимаешь, или ты скажешь, послушай, знаешь, я укоренился. Я настолько углубился и разобрался в этом слове, что то, что ты говоришь, не соответствует с Божьим словом. И когда ты утвержден, тебя нельзя будет сбить уже с этого пути. Тебя нельзя будет увлечь уже философией, или какими-то преданиями, или обрядами, или какими-то стихиями этого мира. Тебя нельзя будет уже разочаровать. Тебя нельзя будет уже увлечь куда-то в другую сторону, потому что для тебя будет важно тот свет, который светит в твоей жизни. Ты будешь понимать, что кто я во Христе, ты будешь понимать, почему Христос пришел для меня, что Он сделал для меня, почему Христос стоит на первом месте в твоей жизни. Когда тебе скажут, знаешь, сегодня нужно проснуться раньше, чтобы почитать Библию, ты скажешь, знаешь, я хочу поспать. Но когда ты утвержден и укоренен, ты скажешь, нет, я не буду спать. Я встану и буду молиться. Потому что я понимаю, что это хочет Христос сейчас поговорить со мной. Я знаю, что Иисус Христос хочет сейчас прикоснуться к моему сердцу. Я знаю, что Иисус Христос хочет что-то сказать мне сейчас. Или когда тебе будут говорить, знаешь, нужно пойти помолиться за кого-то, ты будешь говорить, я пойду, это сделаю. Потому что это сам Дух, что сейчас говорит в моем сердце. Смотрите, братья, чтобы... Третье, да, утверждены. И четвертое, укреплены в вере. Укреплены в вере. Если ты веришь, что ты во Христе Иисусе важен, если ты веришь, что Иисус Христос пришел на эту землю для тебя, если ты понял и утвердился на этом слове, твоя вера должна окрепнуть. Ты должен настолько верить в это, что как скала тебя нельзя будет пробить. Тебя нельзя будет усомнить. Тебя нельзя будет разочаровать. Тебя нельзя будет там увезти куда-то, потому что твоя вера настолько твердая, что ты ничего уже, ну, ничего не могут с тобой сделать. Ни философия, ни дьявол, ни тьма. Уже все скажут, оставьте его. Все, это фанатик Христа. Кто я во Христе Иисусе? Я утвержен, я укоренен во Христе, и я буду еще больше преуспевать в познании Христа, не преуспевать материально. Это не важно. Преуспевать в укоренении, преуспевать в утверждении, преуспевать в укреплении. Я не остановлюсь на том, что я уже знаю. Я не остановлюсь на том, что я до сих. Потому что сказано в Библии, если ты думаешь, что ты что-то знаешь, или если ты думаешь, что ты стоишь, то смотри, чтобы не упасть. Если написано, если кто-то думает, что он что-то знает, он ничего не знает. Я буду еще больше преуспевать. Я еще больше буду познавать. Я еще больше буду копать. Я еще больше буду искать. Потому что это важно в моей жизни. Потому что это номер один в моей жизни. Потому что это то, что нужно для меня на сегодняшний день. Потому что я понял, кто Иисус Христос в моей жизни. Я понял, для чего Иисус Христос пришел в этот мир. Я понял, зачем Он меня спас. Я понял, почему именно ко мне Он прикоснулся когда-то. Я понял это. Я буду стоять твердо на этом. Я знаю точно, что ни один человек, сидящий сейчас в зале, не смущаем во Христе Иисусе. Но что не хватает каждому из нас, это укорениться, утвердиться и укрепить свою веру. Потому что если мы это осознаем, эта церковь будет непобедима. Ни дьяволом, ни философией, ни как ничем. Эта церковь станет победоносной. Каждый человек будет понимать, для чего Он был рожден. Каждый человек будет понимать, что я пришел в церковь и спасен Богом, самим Иисусом Христом, освобожден, как мы читали, чтобы стать перед Ним святым и непорочным, для того, чтобы выполнить Его предназначение, для того, чтобы выполнить Его миссию, для того, чтобы, я когда-то, помните, говорил, мечта, чтобы люди, которые уже в церковь больше полгода, ты приходишь на служение, а их нету, новые люди сидят, а этих нету. И спрашиваешь, а где они? И все говорят, как где? На миссии. Это мечта церкви, мечта пастора, мечта Иисуса, мечта всего, плана Божьего, который Он запланировал. Потому что каждый освобожден и спасен не для того, чтобы только сидеть на лавочке, а для того, чтобы выполнить предназначение в этом городе. Третье. Кто я во Христе Иисусе? Я был погребен, воскрешен и живу во Христе. Кто я для Христа Иисуса? Я мертвый, я воскрешенный и живу для Христа. Знаете, только человек, который умер для своих амбиций, для своего «я», может воскреснуть. И только человек, который воскрес со Христом, может жить для Него. Иисус Христос смотрит на каждого из нас, как на того, кто умер для греха, воскрес для Христа и живет вместе с Ним. Кто я для Христа? Умерший для этого мира, воскресший для Христа и живущий вместе с Ним. Колоссяна 2 глава с 11 по 15 стих. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погреблены с Ним в крещении, в нем мы, вы и воскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, просив нам все грехи, истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял Его от следы и пригрузил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властью, а властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Знаете, на сегодняшний день не нужно обрезываться. На сегодняшний день нужно принять Иисуса Христа в свое сердце. обрезать часть своего сердца, обрезать часть своей плоти, души, которая еще прилипает к этому миру. Умереть для своих грехов, умереть для этого мира, умереть для того, что этот мир предлагает. Знаете, что такое умереть? Я думаю, что многие даже не понимают, что такое умереть. Умереть, это не значит отказаться. Умереть, многие люди думают, как можно отказаться, потому что живем, нам нужно кушать, нам нужно пить, нам нужно работать, нам нужно обеспечивать что-то. Нет. Умереть, это не зависеть от этого. Умереть, это не должно быть номер один. Я знаю от них людей, которые говорили, как только нужно идти в церковь, обязательно кто-то позвонит и скажет, знаешь, есть какое-то предложение. Очень деловое предложение. И когда человек принимает это предложение, не идет в церковь, идет на это предложение, смотрит, а ничего не получилось. И в церковь не пошел, и дело не получилось. Так вот, умереть, это сказать, Иисус Христос для меня на сегодняшний день номер один, Он важнее. Он важнее в моей жизни, чем эта сделка. Он важнее, Он номер один. Умереть, это не значит, ну, знаете, как некоторых верующих называют сектантами. Почему? Потому что они, как они говорят, умерли для богатства, и лежат на кровати, и говорят, Бог даст мне. Нет. Умереть, это не сделать из этого идолом, не поклоняться этому. И если Бог дает тебе какое-то обеспечение, Он дает тебе, чтобы тебе хватало, и чтобы ты отделял нуждающимся, и чтобы ты еще мог этим служить. То есть оно должно стать номер один в твоей жизни. Умереть, это не отказаться от своих неверующих родственников. Умереть, это научиться явить своим неверующим родственникам Христа распятого. Знаете, некоторые люди умирают, и говорят, я умер для этого мира, я больше не буду общаться с своими неверующими родственниками. Нет. Умереть, это умереть для своих амбиций, и научиться явить этим родственникам Христа распятого. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все наши грехи, истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от цветы и пригвозил ко Христу, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою». Знаете, почему Иисус Христос должен стать номер один в нашей жизни, и почему я важен для Иисуса Христа, почему кто я для Иисуса Христа, или кто мы во Христе Иисусе? Иисус Христос, зная, что когда-то мы умирали в этом миру. Мы умирали в грехах, мы умирали в каких-то амбициях своих, мы умирали в каких-то зависимостях, мы умирали в болезнях. И Он взял нас, еще нас не было, но Иисус уже видел каждого из нас, Он знал каждого из нас. Он взял всех нас, все наши проблемы, которые у нас были, и взял себя, вместе с этими грехами смерти и пригвозил их ко Христу. Он убил этот грех на кресте 2000 лет назад. То, что было в нашей жизни до встречи с Христом, это видимая какая-то часть, как бы победа дьявола. Он говорил, ну, видишь, твоя смерть ничего не значила, эти люди все равно через шну попали в мои какие-то руки. Но Иисус говорил, знаешь, смеется тот, кто смеется последний. даже если эти люди и поокунули пальчики во тьму, в амбиции, в превозношение, в грехи, в зависимости, этот грех все равно привезен ко Христу. Я все равно одержу победу. Иисус Христос нашел каждого из нас, там, где мы были. Он нашел и сказал, знаешь, то, что ты сейчас имеешь, это тебе не принадлежит. Это обман. Все, что тебе нужно, это умереть, погребсти вот это все, что тебе принадлежало и воскреснуть вместе со мной. Иисус Христос может воскресить тебя уже для себя. Он может это сделать. Божья сила, которая сделала это со Христом, может воскресить каждого из нас. И третье, жить уже во Христе. Знаете, очень много людей, которые умерли для греха, воскресли для Христа, но не живут вместе со Христом. Не живут вместе со Христом. Знаете, когда мы изучаем учеников, которые пошли за Иисусом Христом, они ходили вместе с Ним туда, куда Он ходил. Они шли туда, куда Иисус их посылал, куда сам хотел идти. Знаете, когда я живу со Христом, я понимаю, что то, что делал Он, и я должен делать. То, что Он говорил, и я должен говорить. Так как Он жил, и я должен научиться жить. Когда я понимаю, кто я во Христе Иисусе, я уже не хочу жить так, как я жил, когда я умирал от грехов. У некоторых верующих ничего не поменялось. Умер, воскрес, ушли. Вчера мне один человек сказал, говорит, знаешь, ушли телесные грехи. Телесные. Блуд, курение, зависимость, какие-то зависимости там может быть. Ушло телесное. Душевное осталось. И что толку, что ты освободился от телесного, но душевно ты точно такой же. Что толку, что ты свободен, ты уже не пьешь, не куришь, там не матерись, а может быть не блудись. Что толку, если ты в депрессии, если ты в разочаровании, если ты в агрессии, если ты в какой-то там, ну, я не знаю. Как? В зависти. Что толку? Это говорит о том, что ты не умер, ты не погреб это вместе со всеми своими страстями и похотями. Не распял, не умер на кресте вместе со Христом. Потому многие христиане и не чувствуют Божьей любви, и не понимают, кто такой Христос. Знаете, когда, ну, слово Божье говорит, кому много прощено, тот больше ценит. Кому мало прощено, тот меньше ценит. Знаете, когда Бог, неужели нужно удариться так, чтобы оценить, что Христос сделал для тебя? Неужели нужно так уже пройти через все круги ада на земле, чтобы осознать, что Христос сделал для тебя? И когда осознать, уже пойти что-то делать, почему сразу не начать жить для Христа? Почему в этом году Бог дал мне это слово? Я следил за разными церквями, и почему-то только у нашей церкви такое слово. Поставить Иисуса Христа номер один в своей жизни. Бог дал нашей церкви вот такое слово на этот год. Определиться, кто Иисус Христос в своей жизни. Если Иисус Христос номер один в твоей жизни, все, исцеление придет прямо сейчас. Освобождение придет прямо сейчас. Потому что в присутствии Божьем тают горе, написано. Горе греха, горе проблем, горе неудач. Все тает в Божьем присутствии. Болезни тают в Божьем присутствии. Разочарование тает в Божьем присутствии. Если Он стоит на первом месте в твоей жизни, ничего больше не может устоять с Ним на одном пьедестале. Все просто уйдет из твоей жизни. Все, что мешает тебе воскреснуть вместе с Ним и жить для Него. Жить вместе с Ним. В этом году нужно не просто осознать, что Иисус Христос номер один в твоей жизни. В этом году нужно начать практиковать это место Иисуса Христа. Нужно принять это и жить жизнью человека, для которого Иисус Христос номер один. Давайте дальше. Четвертое. Я есть образ жизни Иисуса Христа, потому что Он есть моя жизнь. Кто мы во Христе Иисусе? Если я во Христе Иисусе тот, который умер и воскрес, если я во Христе Иисусе важен, утвержден и укоренен, если я во Христе Иисусе понял, что Иисус Христос номер один в моей жизни, тогда я должен стать образом жизни Иисуса Христа. Прообразом жизни Иисуса Христа. Если кто-то встречается с тобой, скажет, о, слушай, он как-то похож, как написано в Библии в Новом Завете. Павел говорил, вы письмо читаемое. То есть люди должны перед тем, как вы откроете рот проповедовать, они должны уже все прочитать по образу жизни. Когда-то мне посольство нравится. Если в тебе живет Христос, то скажи об этом своему лесу. Если в тебе живет Христос, то скажи об этом своему лесу. Если в тебе живет Христос, твоя реакция должна соответствовать. Если в тебе живет Христос, твое поведение жизни должно соответствовать. Если в тебе живет Христос, я есть прообраз жизни Иисуса Христа. Почему я есть прообраз жизни Иисуса Христа? Потому что Он есть, Он и есть моя жизнь. Он и есть моя жизнь. Колоссянам, 3 глава, с 1 по 25 стих Итак, если вы воскресли со Христом Если вы воскресли со Христом Если вы умерли и воскресли И живете вместе со Христом То ищите чего? Горнего Ищите прежде Царства Божьего И правды Его И все остальное приложится вам Ищите прежде Горнего Где Христос сидит, одеснует Бога Подниму свою очередь к горам Откуда придет моя помощь То ищите Горнего Где Христос сидит, одеснует Бога И я воскрес со Христом Но что я буду делать с сегодняшнего дня Понимая то Я начну искать Горнего Где Христос сидит, одесную Бога Отца Моя жизнь будет Первое, что я буду делать в своей жизни В этом году, с сегодняшнего дня Потому что я только услышал Я буду искать Иисуса Христа Который есть на небе Я буду искать Горнего Я не буду искать больше советов подружек Или каких-то советов Знаете, многие люди Многие верующие, многие христиане На сегодняшний день больше ищут совета И ответов в Гугле, чем в Библии Люди больше ищут откровений на Фейсбуке, чем в Библии Люди больше черпают информацию с интернета, чем с Божьего Слова И я такой думаю Ну неужели это то, что хочет Христос? Я буду искать Горнего Потому что я воскрес со Христом Я буду укореняться и углубляться Почему? Потому что я воскрес со Христом О Горнем помышляйте, а не о Земном Когда я поднял свои очи к горам Когда я обратился к Божьему Слову Когда я открыл для себя Божье Слово Я буду больше размышлять об этом Слове Чем о том, что предлагает мне этот мир Я буду больше посвящать времени Для того, чтобы размышлять над Божьим Словом Чем над тем, что предлагает этот мир Почему? Потому что я понял, кто я есть во Христе Иисусом Я понял, что Иисус Христос Не совсем на первом месте в моей жизни Но я хочу изменить что-то в своей жизни Я хочу поднять планку Иисуса Христа В моей жизни, во всех сферах моей жизни Я хочу, чтобы Иисус стал главой всего, что принадлежит мне на сегодняшний день Потому что это Он мне и дал Ибо мы, ибо вы умерли И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге Когда же явится Христос Жизнь ваша Тогда и вы явитесь с Ним во славе Когда явится Христос Наша жизнь Знаете, ну Каждый из нас ждет пришествия Иисуса Христа Я не знаю, может мы просто не осознаем Что Иисус Христос придет второй раз Мы не осознаем это Это как, ну Знаете, как написано в Библии Что когда Иисус придет Это будет как времена Ноя Все ели, пили, женились, выходили замуж, танцевали И тут ниоткуда ни возьмись Начался потоп Это будет как времена Содома и Гоноры Было то же самое Все жили и жили Ну, как это сказать Своими какими-то амбициями Своим образом жизни И тут откуда ни возьмись С неба начало сера падать И просто сгорело все до основания Точно так же придет Христос Мы не знаем Иисус не сказал дня, даты и времени Когда Он придет Потому что Он сказал Я не знаю об этом Об этом знает только Мой Отец И когда явится этот Христос Равно Наша жизнь Знаете, когда я читал эти стихи Я думаю Моя жизнь Это пришествие Иисуса Христа Иисус Христос пришел И такой чик И сканер Моя жизнь Жизнь наша Тогда и вы явитесь с Ним во Христе Итак Итак Что нужно сделать Что нужно сделать Чтобы это стало практическим Что нужно сделать Чтобы это просто не было Ну, сегодня очередная Теоретическая проповедь Которая Знаете, мы получили информацию Классно Все Теперь я понял Кто я во Христе Иисусе Но этого мало Очень мало понимать Кто ты во Христе Иисусе Очень мало понимать Ну, что Иисус Христос Должен быть на первом месте Очень мало Это должно быть подтверждено Твоей жизнью Потому что первое, кто я во Христе Иисус, четвертое, кто я во Христе Иисусе, я есть образ жизни из Иисуса Христа, потому что Он есть моя жизнь. Итак, что нужно, чтобы это стало моей жизнью? Умертвите земные члены ваши. Умертвите земную, земной образ жизни на земле. Умертвите. Что-то нужно умертветь, что-то нужно убить, что-то нужно уничтожить. От чего-то нужно отказаться, что-то нужно просто сказать, это больше не соответствует моей жизнью, это больше не является ни моим желанием, ни номер один, потому что я понял, что я во Христе. Говорит, умертвите, первое, блуд, второе, нечистоту, страсть, злую похоть, любое исчезание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий глядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, вы отложите все, это то, что я говорил. Первая вот эта часть, она уже в принципе для христиан неуместна, уже нечего с христианами разговаривать о блуде, о нечистоте, о курении, это уже телесные вещи, они отпали от нас, плотские вещи, я не могу сейчас проповедовать с верующими людьми, но некоторым в зале могу сказать об этом, но больший процент, уже не о чем разговаривать. Но вторая часть, это больше подходит нам. Говорит, а теперь вы отложите гнев. Гнев. Знаете, еще есть люди, которые верят во Иисуса Христа, ходят в церковь, ведут служение, но гневаются, имеют гнев. Второе. Ярость. Ярость. Третье. Злоба. Четвертое. Злоречие. Сплетни, маты, обзывания. Свернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу. Боже, сколько мы можем наговорить друг другу в три короба. Я не знаю, как вам, но мне уже жарко с этой печкой. Не говорите лжи друг друга, совлекших с ветхого человека с делами его. Не говорите лжи друг другу, совлекших с ветхого человека с делами его. Давайте дальше. И облекитесь в нового, который обновляется в познании образу, создавшего его. Это то, что мы говорили. Утвердиться, укорениться. Укорениться, потому что мы говорили. Утвердиться и укрепиться. То есть, для того, чтобы обновиться в новый образ человека, я должен научиться познавать его. И оно очень в Римлянам 2 глава говорит, 1 глава говорит, что не сообразуйтесь веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Не сообразуйтесь, а преобразуйтесь обновлением ума вашего посредством Божьего Слова. Где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, в благодать, в благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос просил вас, так и вы прощаете людей. Огромное количество людей на сегодняшний день, христиан, долговерующих уже, которые говорят, я на таком уровне со Христом, живут в обидах. Живут в рожде. Я такой, ну, ко мне человек там звонит один на это или на прошлой неделе. Говорит, у меня такой, вы не подумайте, у меня такой уровень отношения со Христом. Но я не прощу этого человека никогда. Я думаю, какой уровень у тебя в отношении со Христом, если ты никогда не простишь. Ноль равен твой уровень со Христом. Сколько бы ты в церковь не ходил, сколько бы ты Библию не читал, не молился, не постился. Ноль. Потому что Христос просил нам все, не вменяя нам ни одного греха. И никогда написано, даже не вспомнит о том, что мы это делали. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые, возлюбленные, в милосердие. На сегодняшний день нужно учить христиан милосердию. Мы настолько окаменелы в наше сердце, что мы забыли, как нужно творить милость. Нам легче осудить, чем дать милость. Благость. Смиренно мудрее. Нужно учить людей быть смиренными, кроткими, добрыми. Знаете, Павел когда-то говорил, нужно мясом кормить, а еще молоком надо питать. Еще нужно учить, как быть смиренным, как быть кротким, как быть долготерпивым. Как снисходить друг другу и прощать. А когда я понимаю, кто я во Христе Иисусе, когда я понимаю, на каком месте Иисус Христос в моей жизни, когда я понимаю, что Иисус сделал для меня, то кто я такой, чтобы не делать это же, как другим людям. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Знаете, на сегодняшний день это бич христианства, быть дружелюбными. Это бич. Знаете, мы должны научиться быть дружелюбными, должны научиться дружить друг с другом. Мы должны научиться. Ну, если, ну, пример, да, я верю. Знаете, во что я верю? Что у каждого из нас будет время, когда мы пойдем на небо. Каждый в свое время. Если Христос не придет. Если Христос придет, мы в одну секунду пойдем на небо. Но если еще время Христу не прийти, то каждый из нас пойдет ко Христу в свое время. Но что я верю? Я верю в том, что мы, придя на небо, в этом же составе мы будем находиться в какой-то обители. Это то, что Иисус сказал, да? Я пойду, приготовлю для вас обители. Я приду и заберу свою церковь. То есть Иисус придет и заберет нашу церковь. И если мы не научились здесь дружить, если мы не научились здесь прощать, если мы не научились здесь, ну, отношения, что мы будем делать на небе? Что мы будем делать на небе? Кстати, как бы и стыдно в присутствии Божьем хамить друг друга, не прощать друг друга, там, унижать друг друга, не принимать друг друга. Кто-то может сказать, ну, там такого нету. Там такого нету. Это говорит о том, что ты туда не попадешь. То есть это говорит о том, что нужно здесь тренироваться. Церковь — это время тренировки, чтобы прийти на небо, и в его присутствии тебе было не стыдно. Его присутствие было не дискомфортно. В его присутствии ты говорил, знаешь, я с этим братом или с этой сестрой, мы прожили вместе определенное количество времени на земле. Было сложно, но мы научились. Мы научились любить, мы научились быть кроткими, мы научились прощать, мы научились доверять. Давайте дальше. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайтесь и вразумляйте друг друга псалмами, славословием, духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Представляете? Если просто так позвонишь кому-то, к Максу, например, и начал с ним псалмы петь. Что смешно? Нормально. Так обычно и происходит. Понимаете? Назидайте псалмами, откровениями. Вау, я такое откровение получил. Я вот это открыл для себя. Бог сегодня для меня вот это открыл. Мы уже забыли, что это такое. Кто из нас, честно, на этой неделе один раз Библию прочитал? О! Не, ну хоть один стих. Боже, боже. Аина, не понял. Не читала? Она уже выучила. Боже. Илей на сердце. А кто два раза читал? О, меньше. А кто пять рассчитал? И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте с ними суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь Господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делайте, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Ибо вы служите Господу Иисусу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет нелицеприятия. Это же последнее, правильно? Аллилуйя. Итак, первое. Что у нас было первое сегодня? Можешь открыть первое? Я во Христе Иисусе, потому что я свободен от обвинений. Второе. Кто я во Христе Иисусе? Я укоренен и утвержден во Христе и буду преуспевать в этом укоренении и утверждении. Третье. Я был погребен, воскрешен и живу во Христе. Четвертое. Я есть образ жизни Иисуса Христа, потому что Он есть моя жизнь. Когда Иисус Христос на первом месте в твоем жизни, ты будешь понимать, кто ты есть во Христе Иисусе. И в этом месяце, у нас же будет в этом месяце еще пост. У нас будет очень много, где-то 50 мест из Писаний, где мы... Не 50 мест из Писаний, мест из Писаний будет больше, а 50 пунктов, где мы поймем, кто мы есть во Христе Иисусе. Аллилуйя. Прогрёв reagу.